Друзья, всем привет. Мы продолжаем нашу серию прямых эфиров с Юрием Батуренко, основателем компании Vanguard Mortgage. Рада приветствовать его. И сегодня... Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Юрий. У меня в последнее время возникает очень-очень много вопросов касательно финансирования короткой аренды. Это квартиры, дома, которые можно сдавать, Airbnb, аренда и кондо-отели. Я бы хотела немножко рассказать... Да, давайте сначала... У меня тогда вопрос к вам будет по поводу того, что нужно знать про эти типы недвижимости, про кондо-отели и short-term rentals, то есть то, что сдается на короткую недвижимость. А потом мы поговорим про финансирование, то есть потому что это тот тип недвижимости, который, в общем-то, отличается от остальной. Вот расскажите, пожалуйста, Наталья, что нужно знать сначала про... Да, да, отлично. Я бы хотела, чтобы было понимание у наших зрителей, в чем отличие кондо-отелей и опять же той недвижимости, которую можно сдавать на короткую аренду. Кондо-отель подразумевает в себе квартиры, которые подходят и находятся под программой обслуживания отелей. В основном это квартиры, которые сам же компания отель обустраивает. В них во всех сделан типичный ремонт, они обеспечивают мебелью, постельное белье, полотенце и берут полностью эти квартиры себе на управление. В основном за управление под ногной невижимостью кондо-отели и эти программы берут за управление порядка 50 процентов от прибыли, которую дает эта квартира. Плюс эти квартиры, когда они находятся в системе, проходят своеобразную, например, если приходит запрос на данный объект недвижимости, они плюс-минус все идентичны и просто идет как ротейт. Они предлагаются клиенту в плане очереди. Если мы, покупая эту квартиру, то есть покупатель, он подписывает контракт и он уже обязан находиться под этой программой. Если только он хочет из нее выйти и этот выход есть, он должен оплатить штрафные санкции и тогда кондо-отель, он забирает полностью всю мебель, постельное белье, все дополнительные услуги, которые были в рамках этой программы предоставлены. недвижимость, которую можно сдавать R&B, ее можно сдавать под управлением какой-то дополнительной управляющей компании, которая берет порядка 20-25 процентов за управление или можно управлять этой недвижимостью самому. То есть где-то по возврату инвестиций это считается более прибыльный и более интересный вариант. Но здесь вы уже ответственны за ремонт, за мебель, за то, как квартира будет выглядеть. То есть это полностью ваша ответственность. Но если управляющая компания выставляет этот объект на рынок, то она заинтересована максимально его продвинуть, потому что она прибыль получает только конкретно с этого объекта. У нее нет ряда аналогичных квартир, как это обычно идет в кондоотельной программе. И сейчас в последнее время ко мне очень много запросов идет именно по покупке такой инвестиционной недвижимости. Я бы хотела, чтобы в июле рассказали об условиях, какие есть подводные камни, как можно в эту программу попасть и есть ли возможность покупки этой недвижимости для наших зарубежных инвесторов. Хорошо, замечательно. Я хотел бы немного добавить сначала о том, что кондоотельная программа, она может быть обязательная, а может быть не обязательная. То есть некоторые кондоминиумы не разрешают выходить из программы кондоотеля. То есть только они управляют этой недвижимостью. Становится спорный вопрос, в какую очередь они поставят вашу квартиру. То есть это те факты, которые нужно учитывать. Теперь давайте поговорим про финансирование. То есть финансирование... Фанни Мэй и Фредди Мак, это два основных покупателя кредитов, которые потом секьюритизируют и продают их на вторичном рынке. Вот они кондоотели и квартиры, которые сдаются на short-term rentals, они не принимают. То есть они не финансируют такие, они не хотят такие морщики. Вот, соответственно, рынок на такие кредиты сразу же сужается, потому что они... Покупают два основных инвестора. Это первое. Второе. Естественно, процентная ставка на те продукты, которые покупает Фанни Мэй и Фредди Мак, они... Процентная ставка гораздо меньше, конечно же, чем на то, что они не покупают. То есть сразу увеличивается процентная ставка. Что еще интересно заметить в продуктах, то есть финансировании кондоотеля, это банки рассматривают кондоотели как high-risk, то есть более высокий риск инвестиций в такой продукт. Почему? Потому что они максимально, на взгляд банка, максимально подвержены колебаниям рынка. То есть первое, что страдает при... рынок, рынок идет вниз, это туризм. То есть люди ожидают чего-то, при ожидании чего-то плохого, люди почитают меньше путешествовать и больше сохранять деньги на... как НЗ, то есть некосновенность какой-то. То есть путешествие это сразу то, что получает большой удар. Поэтому short, то есть вот та недвижимость, которая сдается на короткий срок, она может пострадать в первую очередь от этого. В то самое время, когда рынок хороший и люди путешествуют очень много, то, естественно, сдавать на короткую аренду, это получается сверхприбыль. То есть прибыльность получается гораздо выше. Поэтому банки, они не берут что-то среднее, они берут худший вариант. Поэтому для них кондоотель это высокий риск. Соответственно, они хотят видеть, что люди больше будут класть денег в даунпеймент, то есть больше первоначальный взросл. Вот. И выше процентная ставка. То есть таким образом мы получаем ситуацию, что финансирование кондоотеля возможно. Оно также возможно для иностранцев. Но будьте готовы к тому, что вам придется где-то 50 процентов. Иногда это может быть и 30. То есть зависит опять-таки от проекта. Каждый проект банк будет рассматривать индивидуально. То есть они предлагают финансирование кондоотелей от 30 процентов даунпеймент. Но это не всегда бывает возможно. Иногда они требуют 50 процентов даунпеймент. Ну и процентная ставка где-то, наверное, от 8 процентов годовых на сегодняшний день. Вот такая ситуация с финансированием кондоотелей. Ясно. Юрий, а как они предлагают сейчас вот процентную ставку? Она идет фиксированная на 30 лет или все-таки это какой-то идет аджастер? То есть та ставка, которую я сейчас озвучил от 8 процентов, это фиксированная ставка. Бывают также adjusted rate mortgages, то есть ARMS, когда ставка плавающая, она предлагает фиксированная на 3 года либо на 5 лет. То есть мы можем это рассмотреть с отдельной темой, как это работает. Вот, но в основном на кондоотели на данный момент предлагается, ну вот когда мы были в рынке низких процентных ставок, adjustable rate mortgage, то есть плавающие ставки вообще особо не рассматривались, потому что они никому не нужны были. Вот и сейчас по инерции они, то есть еще не настало время, сейчас уже начинаются предложения плавающих ставок, но еще не настало время, как бы вот когда плавающие ставки очень распространены, поэтому все продолжается как бы в основном на фиксированных. Вот, но возможно брать и плавающую ставку на финансирование кондоотеля, она будет немного меньше, чем фиксированная. Вот, но значительно большой разницы на сегодня нет. Нужно ли иметь какой-то primary residence при участии в этих программах или в принципе неважно? Нет, неважно, я думаю, что, то есть не то, что я думаю, как бы лучше банк смотрит, естественно, если есть primary residence, то есть если есть свое жилье, в котором вы живете, и оно не в ренте, а оно выкуплено, но это не является обязательным условием. То есть это добавит немножко предрасположенности банка, то есть они лучше отнесутся к этому, но такого момента, что это необходимо, нет. То есть можно снимать жилье и покупать кондоотель. Естественно, банк думает о том, что вы, может быть, будете жить в кондоотеле, а не сдавать его, то есть и это может вызвать их активные мысли, скажем так, но это не будет являться причиной отказа, то есть не обязательно. Я, насколько знаю, что, в принципе, эти программы, они являются одними из самых таких лояльных в плане получения кредитов, то есть они не требуют банковских выписок, это больше идет как бы просчет рентабельности. Совершенно верно. Совершенно верно. Здесь рассматривать, поскольку, то есть они не подлежат типичным правилам выдачи кредита, потому что типичное правило выдачи кредита – это те правила, которые устанавливает Фанни Мэй либо Фредди Мэй. А здесь это не их продукты, то есть они их не покупают, поэтому банки выставляют свои гайдлайн, то есть свои условия. А их задача, самое главное в этом, по закону проверить ability to repay, то есть что тот, кто берет кредит, будет иметь возможность его выплачивать. Соответственно, поскольку это кондо-отель, и он участвует в программе рента, то там обязан быть рент. И вот этот рент анализируется, и, соответственно, если этот рент покрывает платежи по кредиту, то этого достаточно. Поэтому да, совершенно верно. Не нужно показывать ни банковские астейтменты, ни дохода, ничего. Нужно только показать историю сдачи за какой-то промежуток времени. Обычно это два года. Я поняла, спасибо большое. Что еще? Мы будем говорить дальше кондо-отель или посмотрим? Нет, в принципе, смотрите, я хотела немножко тоже рассказать нашим зрителям, в чем отличие, когда берется под управление менеджмент компании и когда они управляют сами. Сейчас в нашем ресурсе есть много вариантов, когда квартиры наших же покупателей мы отдаем под менеджмент. И есть очень много интересных таких направлений по аренде, когда покупателям дается полная аналитика, которую они собирают с различных ресурсов, как Вербио, РНБНБ, которые нам недоступны. И можно предварительно посчитать рентабельность по вот этим квартирам. Потом, если, например, отдаются квартиры на управление, у них есть такое понятие, как умные цены. То есть то, что мы не можем сами сделать вручную, когда управляем недвижимостью, когда учитываются праздники, учитываются какие-то простои, и делаются на эти дни специальные скидки. За счет этого можно увеличить рентабельность от сдачи вот этих вот квартир. У меня вопрос тогда, как правильно выбрать компанию, у которой есть все эти данные? То есть есть ли эти данные у всех или это нужна специальная подписка куда-то? И как выбрать менеджмент компанию, которая реально будет пользоваться этим всем для максимизации прибыли? Я думаю, что эти ресурсы есть не у всех. И, например, вот мы познакомились с одной крупной компанией, то есть это специальная CRM-система, которая делает анализ, которая подключает, делает портал для владельца. Он может отслеживать все движение по цене, какую прибыль приносят квартиры. И опять же подключение, они размещают этот объект на 85 сайтах. Ну, например, мне даже как риэлтору чисто технически тяжело этим управлять, смотреть. Поэтому мы со своей стороны, если мы находим объекты, у нас есть возможность дать вот эту вот аналитику от компаний, партнеров, которые берут на управление эти объекты. Плюс у нас есть возможность предложить вот эти вот док-услуги, которые предлагает эта компания нашим клиентам, чтобы этот объект был действительно рентабельный в управлении. Это очень интересно, что это становится отдельным бизнесом, прям вот такая консолидация. И я думаю, что для людей, которые инвестируют в недвижимость, именно чтобы сдавать на короткий срок, это отличный инструмент, когда реально кто-то за этим следит, управляет, делает это профессионально и на хорошей, серьезной платформе. То есть это здорово. И вы говорите, что такие компании есть, их можно найти, можно пользоваться им. Да, 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 это здорово. Юрий, хотела у вас спросить вообще, какая ситуация сейчас по моргиджу на рынке? То есть много изменений, рынок волатильный вверх-вниз вообще. Что у вас, какие у вас новости происходят? Инфляция выше, чем ожидалось. То есть ожидалось, что она дальше будет немножко снижаться, но она не снижается. В последнем отчете она была больше на 0,1%, чем... А должна была быть меньше на 0,1% по ожиданиям. Соответственно, ставки вниз не пойдут, во-первых. Во-вторых, Фед, скорее всего, будет дальше увеличивать... Не скорее всего, он точно будет дальше увеличивать процентную ставку в сентябре, когда будет заседание. Вот. Но вопрос в том, насколько будет подниматься ставка, и, соответственно, из-за этого рынок тоже будет реагировать на это, и процентная ставка либо поднимется, либо останется такой, какой она есть сейчас. То есть на сегодняшний день это около 6% процентная ставка. Это близкая к APR, то есть без оригинейшна, без оплаты производства кредита. То есть вот. И скорее всего, что она будет подниматься дальше, и к концу года мы можем увидеть 7, 7,5. То есть такая ситуация. Потому что, на мой взгляд, Фед пытается остановить инфляцию только одним способом. Это рычагом повышения процентной ставки, но это не единственный фактор, который влияет на инфляцию. Инфляция – это обесценивание. То есть когда все, что мы покупаем, все, что производится, со временем становится... То есть стоит дороже и дороже. Это происходит в основном, не в основном, а из-за увеличения денежной массы. То есть кредит – это один из инструментов увеличения денежной массы. То есть за счет выдачи кредитов денежная масса увеличивается, соответственно, покупательская способность увеличивается, соответственно, цены растут, потому что денежная масса раздувается. Но это не единственное. То есть есть еще просто выпуск денег, печать, то есть вращение студенческих кредитов, например. Это все инструменты, которые увеличивают денежную массу. То есть только путем сокращения кредита из-за того, чтобы повышением процентной ставки остановить инфляцию невозможно, на мой взгляд. Поэтому я не думаю, что она остановится, но Фед будет продолжать пытаться сделать это процентной ставкой. Ну вот мы будем за этим следить. Но на данный момент я считаю, что она будет дальше расти, поэтому если у вас есть мысли о том, что нужно покупать недвижимость, то лучше это делать сейчас. Почему? Потому что сейчас вы фиксируете процентную ставку, и если она будет дальше расти, ради бога, пусть растет, потому что у вас уже платеж зафиксирован. Если же вдруг по какой-то причине она пойдет вниз, то всегда можно рефинансироваться. Поэтому стоит ли, вот часто люди задают вопрос, стоит ли покупать недвижимость, когда вот растут процентные ставки. Именно вот в этот период и стоит покупать, потому что когда они падают, вы можете через месяц подумать, что вот зачем я по той ставке купил, если она сейчас стала еще меньше. А в растущих, в рынке растущих ставок, наоборот, вы зафиксировав сейчас, через месяц можете подумать, что как здорово, что я это сделал, потому что я сделал это по ставке 6%, а сейчас она 6,5%. А еще через месяц будет 7%. Здорово, да, спасибо. Будем как бы ту же информацию преподносить нашим клиентам. Да, то есть самое важное, на что сейчас смотреть, это оффордабилити. То есть оффордабилити – это тот фактор, который, если вы можете позволить сейчас купить недвижимость, у вас достаточно дохода или она будет себя окупать, то стоит это сделать. На этой ноте, я думаю, что нам нужно заканчивать сегодняшнюю передачу. Да, да, спасибо большое, Юрий, спасибо за информацию. Я хотела только сказать зрителям, что в Майами остается по анализу Redfin номер один территория самая желаемая по покупкам. Инвентария все равно не хватает. Не могу сказать, что цены сильно падают из-за политической ситуации. Все равно много кто переезжает, большой спрос, поэтому будем рады сотрудничать и к вашему слову.